Уэст Арс Бони Эд Экви Обращение ученого совета. С чем университет обратился к правительству? Это победа, в первую очередь победа всего университета и всех студентов. Лучший студент России в КФУ. На кого он учится и почему благодарит альмаматор? Все увидели, что ученые могут достигать результата. Дорогу молодым ученым. Как в Казанском университете науку продвигают молодые профессионалы? Студенты, они погружены в проектную деятельность, в проектную научную деятельность. Найти свое призвание. Почему студенческие кружки так востребованы в КФУ? Непростой стала эта неделя для Казанского федерального университета. Мы не будем останавливаться на этом подробно. И уж тем более не будем смаковать детали событий, развернувшихся вокруг вуза. Как это сделали многие средства массовой информации. Взять ситуацию под свой контроль попросили члены ученого совета КФУ, обратившись к премьер-министру страны Михаилу Мишустину, министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову и к президенту Татарстана, председателю наблюдательного совета КФУ Рустаму Мениханову. В нем коллектив сотрудников, медиков, преподавателей и студентов университета просят оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации. В обращении члены ученого совета отметили, что в течение всех 11 лет работы ректором Ильшат Гафуров создавал все необходимые условия для развития университета во всех направлениях. Это образование, наука, воспитание, инновации. За этот период модернизирована научно-образовательная инфраструктура, открыты новые институты и научные центры, лаборатории, планетарий, организованы комфортные условия проживания для студентов со всей России и зарубежных стран, деревни, универсиады и многое другое. Ученые особо отметили, что именно по инициативе Ильшата Равкатовича в университет возвращено медицинское образование и восстановлена научно-клиническая деятельность. А в тяжелый период развития пандемии на базе университетской клиники развернут инфекционный госпиталь, который оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь казанцам. То, как развивается Казанский университет и получает признание в мировой научной среде, говорят достойные места в международных рейтингах по разным предметным областям. КФУ – один из лидеров российской системы образования. Совсем недавно проект КФУ в рамках программы «Приоритет 2030» стал одним из лучших в треке «Территориальное отраслевое лидерство». Цитата из обращения. «Учитывая, что Казанский федеральный университет объединяет около 50 тысяч обучающихся, 10 тысяч сотрудников, включая более 2 тысяч медицинских работников, убедительно просим вас не оставить наше обращение без внимания». Научно-образовательный потенциал Казанского федерального университета является фундаментом для социально-экономического и культурного развития республики и страны. Уверены члены ученого совета и просят объективного рассмотрения дела. Временно исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета назначен Дмитрий Таюрский, проректор по научной деятельности. Об этом было объявлено руководящему составу вуза на рабочем совещании. Дмитрий Таюрский назначен приказом Минобранауки России. Дмитрий Таюрский – выпускник Казанского университета, доктор физико-математических наук, профессор. Он руководит разработками политики вуза в сфере научной деятельности, создания и использования интеллектуальной собственности, научных исследований. Также организует работу ученого совета университета. Несмотря на последние события, университет продолжает работать в прежнем режиме. Более того, ему есть чем гордиться. Одна из приятных новостей – это победа в российской премии студент года магистранта Института международных отношений КФУ Дениса Давыдова. Он стал обладателем гран-при российской национальной премии студент года. Победители были объявлены 20 декабря в прямом эфире социальной сети. Конкурс проходил в этом году в онлайн-режиме. Однако борьба от этого не была менее острой. Восемь дней студенты соревновались за звание лучшего. Участниками премии стали более 8 тысяч студентов из 75 регионов. Финал прошли 600 человек. Денис поразил членов жюри яркой презентацией, интересным мастер-классом и своими успехами. Он участник и победитель соревнований по мини-футболу. Под его руководством команда КФУ заняла второе место в чемпионате высшего дивизиона студенческой футбольной лиги Татарстана. На Всероссийском фестивале спорта АССК «Фест» Денис Давыдов вместе с командой «Казанские юлбарсы» победил в соревнованиях по футболу в формате 6 на 6. Кстати, Денис – выпускник высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Свою победу Денис расценивает как благодарность Казанскому университету и всей республике за предоставленные возможности развития. Татарстан стал лидером по количеству победителей в российском конкурсе. Семь студентов республики выиграли в различных номинациях. Среди них также студентка Института международных отношений Алия Киамова, ставшая лауреатом в номинации «Общественник года». Добровольческий центр студентов КФУ и юридический центр университета при правкоме студентов. Денис Давыдов получил еще один гран-при от Казанского университета. Он стал и студентом года КФУ. В своей речи он подчеркнул, что победа на федеральном уровне – это заслуга всего университета. Это победа, в первую очередь, победа всего университета и всех студентов. Я лишь стал просто олицетворением этой победы внутри университета и внутри нашей страны. На неделе в Униксе определили лучших ребят главного конкурса среди студентов. Конкурс становится своего рода кузницей громких имен и событий в истории университета. В нем отмечаются все направления – от интеллектуально-научного до творческого и социального. Всего было объявлено 23 номинации, среди которых особо были отмечены студенты, занимающиеся волонтерской деятельностью. Ишат Гафуров, который ежегодно присутствует на главном студенческом празднике, напомнил, что добровольческое движение в университете имеет богатую и славную историю. Он поблагодарил ребят за бескорыстный труд, гражданскую позицию и поздравил всех с наградами. Там же на церемонии было объявлено и о своеобразном подарке для студентов всего Казанского университета, которые получают стипендию. В преддверии Нового года им будут сделаны дополнительные единовременные выплаты. По 2000 рублей получат студенты программ бакалавриата и специалитета, по 2500 – магистранты и по 4000 – ординаторы и аспиранты. В продолжении темы о молодежи. В Казанском университете большое внимание уделяется жизни и работе молодых ученых, исследователей, инженеров. Одним словом, всех, кто после окончания учебы остается работать в альмаматор для того, чтобы заниматься наукой, вести образовательную и просветительскую деятельность. Для таких молодых исследователей в КФУ создана Ассоциация молодых ученых с ее председателем, героем наших многих репортажей о науке, заведующим кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий. Доцентом химического института имени Бутлерова Михаилом Варфоломеевым мы и поговорим сегодня. Здравствуйте, Михаил Алексеевич. Добрый день. У вас много должностей, много общественной нагрузки, но сегодня хотели бы с вами поговорить как с председателем Ассоциации молодых ученых КФУ. Расскажите о самой ассоциации, какие она выполняет функции, кто в нее входит как статью членом. Ассоциация молодых ученых объединяет как раз специалистов, преподавателей, научных сотрудников всех институтов нашего университета. Ее основная задача – это, с одной стороны, информировать и поддерживать молодых ученых в различных начинаниях, взаимодействовать с руководством университета по программам поддержки молодых ученых, создавать горизонтальные связи как внутри университета, так и за его пределами, с молодыми учеными, не только, чтобы развивать новые проекты, запускать новые научные исследования и двигаться в это направление, в развитии науки и технологии. А вот вы больше занимаетесь самой наукой или ее популяризацией? И, кстати, занимается ли ассоциация решением социальных вопросов своих членов, да и вообще молодых ученых Казанского федерального университета? На самом деле мы занимаемся и тем, и другим. То есть наша ассоциация проводит различные научные конференции, междисциплинарные конференции. Вот буквально чуть более месяца назад мы провели конференцию материал-технологии 21 века, который является традиционной нашей конференцией, объединяет молодых специалистов, ученых и преподавателей по всем стратегическим направлениям развития, научно-технологического развития нашей страны. Кроме этого, конечно, мы проводим научно-популярные мероприятия, читаем лекции в школах, проводим различные семинары. И тоже очень важно, университет активно поддерживает молодых ученых, как с точки зрения жилищных программ, так и стимпендиальных программ. И здесь наша ассоциация является таким оргкомитетом, который эти конкурсы проводит, собирает экспертные комиссии, доводит информацию до руководителей для того, чтобы они приняли окончательное решение по поддержке тех или иных молодых ученых. И еще очень важный момент, конечно, для нас это вовлечение студентов, не только студентов из России, но и зарубежных студентов, которые учатся в нашем университете, в научную сферу. И для этого мы, конечно, проводим и экскурсии по лабораториям, рассказываем о том, чем каждая лаборатория занимается. И стараемся тоже, как сами уже, как молодые руководители лаборатории, проектов, привлекать и поддерживать уже более молодых наших коллег. Этот год в России был посвящен науке и технологиям. Вы как раз принимали участие в подведении его итогов в Сочи совсем недавно. Как бы вы назвали, удалось ли выполнить все задачи, которые стояли еще в январе или в прошлом декабре? Да, это действительно очень такой насыщенный год. Очень было много различных мероприятий. Мы сами активно участвовали в них, сами проводили различные, так сказать, международные конференции, семинары на нашей базе, на базе Казанского федерального университета. Мы участвовали в федеральных проектах. И действительно, вот это окончательное, такое завершающее мероприятие, которое прошло в Сочи, объединило 3000, практически 3000 молодых ученых со всей страны, плюс ведущих ученых. И стало таким, действительно, таким очень важным и ярким мероприятием, на котором как раз наш президент Российской Федерации пообщался с молодыми учеными. И отметил, что этот год не заканчивается, и год науки и технологии не заканчиваются. И сказал о том, что, возможно, какое-то десятилетие науки будет проходить в нашей стране. Потому что все увидели, что ученые могут достигать результатов. Очень много не только мероприятий, связанных с конференциями, семинарами проводилось, но и много научных открытий, запуска новых технологий, новых объектов, которые позволят Российской Федерации существенно продвинуться на международном уровне. Вот сейчас хотелось бы затронуть такую тему, как некоторые считают ее спорной, но все-таки сейчас более прикладные исследования приветствуются и, так скажем, мотивируются. Хотя раньше казалось, что все-таки больше в фундаментальном направлении развивалась наука, в том числе и в Казанском федеральном университете. Вы сами как считаете, какое направление должно быть приоритетным? На самом деле и фундаментальная наука, и перекладная очень важны. Главное, чтобы, по моему мнению, когда какая-то группа берется за какую-то тематику, чтобы она прошла все шаги. То есть, с одной стороны, создала какие-то свои теоретические представления о тех или иных явлениях, продуктах и так далее, но на этом не остановилась. И дальше уже попробовала реализовать это в практическом русле. То есть, на примере нашей группы могу сказать, что мы занимаемся фундаментальной наукой в области энергетики, нефтегазовых технологий. И потом эти наши находки, эти наши открытия мы трансформируем уже в практическую сферу, ищем их приложения и пытаемся это все внедрить на практике. Я думаю, нужно двигаться в это направление. Сегодня на Западе многие научные группы так и делают. То есть, они занимаются теорией и потом стараются ее внедрить на практике. А молодые ученые КФУ, насколько задействованы в программе «Приоритет 2030»? Она сейчас является, по сути говоря, стратегической не только в нашем университете, но и вообще в стране. Да, вот, кстати, один из таких важных проектов Года науки и технологий, это вот как раз программа «Приоритет 2030». Действительно, около 100 вузов задействованы, получили финансирование в рамках этой программы. И, конечно, во всех вузах в России очень активно задействованы молодые ученые. Вот, например, Казанского университета могу отметить. Мы активно вовлечены в стратегический проект, связанный с российским энергопереходом. И в рамках этого большого проекта у нас есть подпроекты, и руководителями их являются молодые ученые. Возвращаясь к ассоциации, как к ее председателю, на ваш взгляд, что все-таки ничего не хватает сейчас молодым ученым в социальном, может быть, плане или в самой работе? Или все есть, ничего не нужно? Конечно, есть определенные сложности. Знаете, что хочется отметить, что, значит, и руководство нашего университета, и руководство страны, оно реагирует на эти проблемы очень оперативно. Даже вот последняя встреча молодых ученых с Владимиром Владимировичем, там была озвучена о поддержке аспирантов, и президент сказал, давайте прорабатывать, давайте запускать специальную программу для аспирантов. Действительно, в определенный момент получается, что аспирант он закручивал в университет, то есть является специалистом, и он идет в аспирантуру, но при этом, если посмотреть на рынок труда, то, значит, стипензия аспиранта, она сильно отстает от, значит, тех предложений, которые есть. И вот это такая некоторая стадия выживания в науке, да, и это очень здорово, что вот президент отметил, что нужны специальные программы, которые поддерживают. Есть президентская программа РНФ, где обязательным условием является поддержка аспирантов. То есть это начинает реализовываться буквально сразу же после, так сказать, обсуждения этих проблем. То же самое с жильем. Значит, программа жилищных сертификатов по решению той же, у кого-то страны была расширена на вузы. Теперь молодые ученые вузов могут получать эти жилищные сертификаты, улучшать, значит, свои жилищные условия. И эта программа будет расширяться. Этот вопрос также был поднят на встрече с президентом. И президент тоже, значит, поддержал эту инициативу о том, что надо рассматривать даже жилищные программы. Это тоже очень важный вопрос для молодых ученых. Большое спасибо. С наступающим Новым Годом. Вас тоже большое спасибо. Всего хорошего. Новым Годом. Тут проводят мастер-классы, приглашают ведущих лекторов страны, проводят практические занятия, где каждый может взять свой рабочий инструмент и попробовать себя в качестве хирурга, биолога, экономиста или археолога. И эти занятия в некоторых случаях гораздо важнее для профессионального самоопределения. В Казанском университете проводится и конкурс среди студенческих научных кружков, чтобы не только определить лучших. Важнее понять, в чем каждый из этих молодых сообществ нуждается, в том числе и какие пожелания можно услышать от молодых. Мы тоже решили узнать, чем живут студенты, занимающиеся наукой. С группами будущих хирургов и геологов познакомилась Эльвина Минабуддинова. Я бы хотел показать, что такое коллайдингтон. Студенческие научные кружки. Возможность реализовать свой потенциал, развиваться благодаря экспертам и постоянно практиковаться в выбранной области. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета работает общество инженеров-нефтяников. Международный рынок и по спосированию они смогут только какую-то малую часть. Сообщество ведет активную деятельность 2013 года. Главное – популяризация научного направления среди студентов. Работа ведется в разных направлениях – в социальной, организационной и образовательной. Ребята работают в лабораториях, участвуют в различных олимпиадах, турнирах, форумах, а также пишут статьи. Мы пытаемся, стараемся создать такую обстановку, чтобы каждый мог проявить себя не только в научной стороне, но и в организационной стороне. Мы организуем такие крупные мероприятия, как всероссийский институтный турнир, международная конференция «Татастаноп-экспроф», в котором каждый студент института геологии и других университетов может проявить себя, слушать стороны и заметить в какой-то компании, и проложить себе, так скажем, карьерную лестницу. В научный кружок входят студенты первых курсов, магистранты и даже аспиранты, которые помогают студентам младших курсов. Существует и профессиональная секция со специалистами. Они обучают и делятся своим опытом. В обществе занимаются и со школьниками, организуют онлайн-лекции. Так пытаются заинтересовать учащихся нефтегазовой отраслью. Занятия проводятся на разные темы. Все они связаны с профессиональной деятельностью. Но есть и дополнительные направления. Например, клуб дебатов. Здесь отрабатывают коммуникативные навыки, проводят различные собрания. Студенты учатся выступать публично. Для того, чтобы в дальнейшем взаимодействовать с международными компаниями, проходят занятия по английскому языку English Club. Работаем над культурой речи. Учимся отстаивать свою позицию. Также мы проводим различные собрания, где обсуждаем, как эффективно выступать, например, в игре «Симуляторы Петроклаб» и других. Для студентов первого курса нашего института мы организуем математический турнир и турнир по геологическим и нефтегазовым дисциплинам. Являюсь очень большим плюсом для всех ребят, что они могут работать не только по всей России, но и по всему миру, потому что есть компании, которые отправляют ребят, например, в Саудовскую Аравию, отправляют именно США в Канаду, что там работать, это обычное дело для российских даже компаний. Они отправляют своих специалистов обучаться в разурбежных компаниях. Шамиль Садриев – студент третьего курса. Его направление – нефтегазовое дело. Помимо учебы он также ведет активную деятельность, принимая участие в кружке инженеров-нефтяников. Уже со студенческой скамьи прокладывает дорожку к своему будущему. Говорит для того, чтобы построить успешную карьеру в нефтяной отрасли. Здесь мы организуем различные мероприятия, также занимаемся популяризацией науки среди студентов, младших курсов. И также принимаем участие в различных олимпиадах, конференциях и съездах. Всевозможные конкурсы и научные конференции. Члены сообщества активно участвуют в них и становятся победителями и призерами. Например, «Татарстан АПЭКС-ПРО». Это международная молодежная научная конференция. В ней принимают до 160 участников со всех уголков России и ближнего зарубежья. Во-первых, у нас и студенты СПИ-чаптера, и другие студенты, они погружены в проектную научную деятельность института. То есть они участвуют в реальных проектах научных, которые мы делаем либо с индустриальными партнерами, либо при поддержке Министерства образования или других грантовых программ. Поэтому все студенты туда вовлечены. Они делают реальные исследования, реальные анализы. В связи с этим, скажем так, все больше и больше растет именно сам Чаптер в плане популярности у ребят. Потому что интересно. Сообщество инженеров-нефтяников старается следовать современным тенденциям. Кружок работает не только в Казани, но и в других городах Татарстана. Четыре года назад общество инженеров-нефтяников вошло в топ-5 лучших студенческих обществ инженерно-нефтяной направленности по всему миру. А на протяжении последних трех лет входит в двадцатку лучших. Пожалуйста, отнеситесь к секретарту от Украины. А вот так проходят занятия в студенческом кружке по хирургии в Институте фундаментальной медицины и биологии. Здесь занимаются будущие врачи-хирурги. Но пока что студенты с первого по шестой курс. Студентов учат базовым хирургическим навыкам. Сначала изучение теории, а после закрепление на практике. В этом году темы занятий разделены по циклам. Так легче разобрать все виды швов и анатомических соединений. Наша самая главная цель – это ребят обучить базовым хирургическим навыкам. И, конечно же, мы не забываем про теорию. То есть мы вначале разбираем анатомию органа, полностью его строение, его специфику. И далее тот орган, который мы разобрали, по нему мы модифицируем различные операции. Вначале базовые, потом те, кто желают связать свою жизнь с хирургией, они уже приходят к нам на Олимпиады и проводят что-то более сложное и интересное. Никита Вихрев – студент шестого курса направления «Лечебное дело». Он исполняет мечту своего детства – связать жизнь с медициной. В дальнейшем планирует работать в нейрохирургии. Помимо учебы Никита успевает и на волонтерском поприще, и быть старостой студенческого научного кружка. На самом деле это мечта детства. Сложно объяснить. Наверное, это такой образ жизни уже, можно сказать. Я отвечаю в кружке за нейрохирургические конкурсы, за сосудистые. И в дальнейшем я бы хотел пойти именно в нейрохирургию. В кружке дают не только теоретические и практические навыки в хирургии, но и стараются привить характер и образ жизни, который должен быть у врача и хирурга. Здесь обучают знаниям наперед, поэтому те, кто состоят в кружке, значительно преуспевают в учебе, говорят наставники. В процессе своей деятельности начинают изучать и понимать топографию и анатомию как таковую. Это тоже немаловажно. Помимо того, мы ведь, ориентируясь на знания, полученные на других кафедрах, мы даем им возможность повторить, либо прицельной какой-то нозологии, вспомнить свои знания по микробиологии, по фармакологии и другим смежным специальностям. Целеустремленность, самовыражение и приобщение к профессии. Главными приобретениями именно этих черт и навыков называют студенты, которые ходят в научные кружки. Школа общения со сверстниками, наставниками, умение ориентироваться в специальности и знать больше, чем другие студенты. А еще окунуться с головой в разработки, понять, как проводятся опыты, выпутываться из сложной ситуации. Так и начинается путь молодого исследователя. Научные студенческие кружки в Казанском университете помогают обрести свою дорогу будущим молодым ученым. Эльвина Минабудинова, Хафиз Гараев, Кафу, итоги недели. Как китайская соцсеть захватила виртуальный мир и какая погода ожидается на Новый год? Об этом далее в программе. Также мы покажем. Создавая что-то, прилагая труд, более заботливо потом и относится. Яркие краски против серых будней. Как арт-десант облагораживает студенческие общежития. Полет твоих чудесных строк меня привел к твоей судьбе. Проникновенный поэт. Как в Казанском университете хранят наследие Сибгата Хакима. Молодые ученые КФУ стали лауреатами премии имени Арбузовых. Премия вручается за выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых ученых. На получение премии претендовали и аспиранты, и молодые ученые высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений Казани. Среди лауреатов и наши исследователи. Это сотрудники химического института имени Бутлерова, преподаватель Юлия Лексина, инженеры-проектировщики Алан Ахмедов и Тимур Максумов. Свои работы в области фундаментальной и прикладной химии они продолжат и далее. О том, какой была неделя в Казанском университете, мы расскажем в дайджесте. В Казанском федеральном университете открылась мультимедийная студия знания. Она рассчитана больше чем на 350 мест. Российское общество знания планирует здесь проводить запись лекторий. Первый марафон знаний уже состоялся. Всего по стране будет действовать 9 таких студий. Казанская стала третьей по счету после площадок в Москве и Сочи. Генеральное консульство Китайской народной республики в Казани передало новогодние подарки КФУ. Церемония прошла в Институте международных отношений с участием генконсула У Ин Циня и его супруги. Они рассказали о китайском Новом Годе и передали сувениры, средства индивидуальной защиты и книги. Я думаю, что те, которые изучают Китай, и особенно студенты, которые изучают китайский язык в вашем университете, думаю, что будут заинтересованы этой книгой. Теория и практика ведения бизнеса с научной составляющей. Об этом рассказали студентам на Roadshow. Это серия мастер-классов и лекций о предпринимательстве. Она проходит в рамках федерального проекта развития масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям в 19 регионах России. Одной из площадок стал и Казанский университет. Мы надеемся, что, собственно, это мероприятие поможет увеличить количество наших стартапов, а также создаст благоприятную среду для развития стартап-сообществ. Дизайнерский ремонт в студенческом общежитии. Арт-отряд КФУ начал реализацию проекта по ремонту комнат и коридоров в своем общежитии. Проект создан по инициативе самих студентов. Его поддержал ректор КФУ. Часть ремонтных работ производят профессионалы. Они заменили лампы освещения, розетки, линолеум, выравнивают и шпаклюют стены, а уже декоративные элементы, панно и указатели смастерили сами обучающиеся. Мы считаем, что ребята создавают что-то, прилагают труд, более заботливо потом и относятся к своему пространству, к тому месту, где они живут. Дед Мороз, Снегурочка и настоящая сказка. В КФУ стартовали первые новогодние представления для детей, сотрудников и студентов университета. Для них мастер-классы, игры и шоу мыльных пузырей. По инициативе ректора КФУ такие новогодние елки проходят в УЗИ уже 9 лет подряд. В прошлом году они были в онлайн-формате, а потом и 2022 Новый год гости ждали особенно. Это именно не какое-то мероприятие, где спектакль, еще что-то. Это вот именно интерактив у елки, когда каждому ребенку есть возможность поучаствовать, есть возможность рассказать стихотворения Деда Мороза. Китайская экспансия уже наступила. По крайней мере, в мире интернета уже точно. Китайская соцсеть ТикТок обогнала по числу ежемесячных пользователей, обогнав все сервисы Гугл. А ведь агрегатор когда-то был непобедимым. Так казалось еще в прошлом году. ТикТок тогда был всего лишь на седьмом месте. Как раз то, о чем на неделе говорил президент страны Владимир Путин на большой пресс-конференции. Сдержать доминирование Китая на мировом экономическом и политическом рынке бесполезно. Интернет это подтвердил. Причем звездами китайской соцсети стали юные американцы, у которых, казалось бы, есть где воплощать свои творческие идеи. Тот же Инстаграм, например. Однако ТикТок оказался более привлекательным по инструментам пользования. Да и звезд соцсетей он вырастил без особых вложений со стороны самих пользователей. Какие темы были актуальными на этой неделе, узнаем у моего коллеги Леонида Толчинского. И снова с вами Смотрите Сами. Честно говоря, всевозможных данных о росте тех или иных сетевых сервисов, платформ, сетей сейчас на излете года слишком много. И даже не знаю, каким из них можно, а каким нельзя доверять. Вот конкретно про некий супер взлет на первое место в мире ТикТока сомневаюсь. Думаю, что данные не слишком корректные. Во всяком случае, большинство аналитиков сегодня сходится в том, что в наступающем 2022 году ТикТок станет только третьей по размеру соцсети в мире, уступающей заметно Инстаграм и почти в три раза будет еще меньше Фейсбука. Впрочем, речь все-таки идет об уверенном росте ТикТока. Снап и Твиттер – вот две глобальные сети, которые в 2022 году потеснит именно ТикТок. А это уже огромное достижение. За счет чего так успешен претендующий на место в тройке лидеров китайский продукт? Конечно, во-первых, за счет блестящей алгоритмики. Машинодаты ТикТок обучены на миллиардах жителей. И такого конкурентного преимущества мы, например, в принципе иметь не можем. Вспомните, сколько составляет население нашей страны. К чему это сравниваю? К безуспешным пока и, полагаю, в будущем попыткам за большие деньги создать в России свой аналог ТикТок под названием Япи. Честно говоря, не сильно понимаю, зачем это. Ума хватило же понять, что своего Ютьюба у нас не получится. Поезд, что называется, ушел. И в этом нет ничего унизительного. Таковы реалии нового глобального цифрового разделения мира. Есть нечто, в чем мы сильнее и лучше. У нас есть прекрасный Яндекс с массой сервисов. Относительно, но свой Телеграм. Там, где они оказались первыми, им нет равных. Но вот не смог же на просторах России уцелеть Убер. Ибо Яндекс.Такси возник тут раньше и фактически свел на нет все попытки Убера, поглотив его, в конце концов. Возвращаясь в ТикТок, надо признать, что очевидно стало, он весьма популярен и в силу своей относительной аполитичности, делая ставку на преимущественно развлекательный контент. Втягивание сервиса в политику идет крайне медленно и аккуратно, несмотря на все обвинения, что, мол, сервис подконтролен китайским властям. Такой тезис в наше время не работает от слова «совсем». Где и какой пример независимости вы сегодня найдете на медийном пространстве? Держать ли Google и Facebook мета – одни из самых активных политических игроков в своей стране, завсегдатые коридоров Конгресса США? Немецкие власти без всякого объявления войны, как они любят, схлопывают вещание Russia Today. А в это время на пресс-конференции главы российского государства находятся средства массовой информации на агенты и вся до корней политизированная западная пресса. И кто больше политически зависим в распространении информации? На этом фоне ТикТок и вовсе выглядит ангелом со своей ставкой на развлекательную составляющую, а значит и более независимым и привлекательным. Но я бы обратил внимание на то, что уходящий год так и не научил наших технологов понять роль и значение ТикТока. Сегодня неактуально таскать начальникам данные счетчиков дряхлого лайф-интернет и непонятные цитирования медиалогии. Тотальный системный мониторинг ТикТока, Ватсап, Вайбера – вот что надо делать. Понимание того, что происходит в ТикТок, например, сможет наконец ответить на вопросы где, с кем, куда движется, чем живет и чего хочет молодежь. А значит и понять не на пленарных сессиях и коуч-играх, а в самой гуще молодежного контента, как и с какой целью следует выстраивать молодежную политику. Не самим забавы ради и дешевого заигрывания с молодыми лезть в ТикТок, а именно научиться его мониторить, расшифровывать сигналы, поступающие оттуда, и применять их в процессе практического планирования своих действий. 2021 год показал нам, сколь высока плата, сколь высокую плату мы вносим за провал в анализе и мониторинге новых социальных платформ. В ТикТоках и Ватсапах начиналось то, что привело к потере контроля по вакцинации, например. Но так и не пришло понимание, что нужно не япи свои создавать, как копирки уже успешно созданного, а научиться мониторить реально состоявшиеся, искать пути влияния на это, а в процессе, возможно, находите свои уникальные ниши для платформ завтрашнего дня, где, вероятно, мы станем как раз первыми или хотя бы равными. А пока наблюдаем за прогнозами и ждем новых побед ТикТока, Инстаграма и Фейсбука в 2022 году, с которым я, к слову, наших благодарных зрителей и поздравляю от всей души. Всего вам доброго! Впереди новогодние праздники, зимние каникулы. Это время для того, чтобы провести его с семьей, друзьями. И лучше всего это делать на улице, если позволит погода. А вот какой она будет, мы спросим у доцента Института экологии и природопользования, метеоролога Тимура Алхадеева. Здравствуйте, Тимур Ринатович! Здравствуйте! Первый и самый, пожалуй, волнующий на всех вопрос. Какая погода ожидается в новогоднюю ночь? Несмотря на то, что погода еще успеет измениться, и даже не раз, уже сейчас можно предположить, какой будет температурный фон в новогоднюю ночь и предшествующие несколько дней. Так, по современному прогнозу, температурный фон прогнозируется ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Напомню, что климатическая норма для 30-31 декабря составляет около минус 10,5 градусов. Согласно современному представлению, прогнозируется, что температура будет отличаться на 2-3 градуса в сторону отрицательных температур, и таким образом среднесуточная температура может составить около минус 13 градусов. Чего нам ждать в зимние каникулы? Получится ли, например, сходить покататься на лыжах, либо на сноуборде? Будет ли комфортной погода для прогулок? Прогнозы такой заблаговременности также составляются, однако они имеют несколько меньшую оправдываемость. Однако можно предположить, что, согласно долгосрочному прогнозу, январь прогнозируется в пределах климатической нормы, и если оттолкнуться от этого постулата, можно предположить, что температурный фон первой декады января будет около минус 11 градусов. Ну, это достаточно комфортная погода для прогулок и катаний различных. Это действительно комфортно, тем более мы как-то уже отвыкли от зимы в ее классическом проявлении, и это действительно будет таким вот напоминанием о нашей стандартной зиме. А есть ли прогноз того, какой в целом будет зима, и будет ли она снежной? Действительно, такие прогнозы также выпускаются, и, согласно актуальному прогнозу, январь, февраль и март прогнозируются в пределах климатической нормы. Однако уже сейчас хочется заглянуть и дальше, и дальнейший прогноз будет опубликован 23 марта, во Всемирный день метеорологии. И тогда мы узнаем, какова перспектива погоды и далее. Вот мне всегда было, ну, я думаю, и нашим телезрителям, всегда было интересно узнать, как вообще в университете организована система прогнозирования и наблюдения за погодой. Наш университет располагает одной из древнейших метеостанций. Так, наша метеостанция входит в тройку самых долгопериодных метеостанций. А чем длиннее ряд, тем более ценнее эта метеостанция, так как мы можем отслеживать изменения климата в масштабах столетий. Однако мы не ограничиваемся лишь наблюдениями. Также на кафедре метеорологии Казанского университета проводятся исследования и в части моделирования атмосферных процессов, и в части долгосрочного прогнозирования атмосферных процессов. И наши выпускники, как следствие, вследствие вот такого всестороннего образования, пользуются большим успехом у работодателей и, в общем-то, на расхват действительно на стадии получения диплома. А насколько верны вообще прогнозы? Краткосрочные, понятно, здесь полегче, а вот долгосрочные прогнозы? И какова вероятность того, что они сбываются? В каком процентном соотношении, может быть? Последние годы действительно развиваются, и их заблаговременность растет. В то же время, в настоящее время, если мы говорим в прогнозе на сезон, то его оправдываемость колеблется в пределах от 65 до 75%. В то же время стоит отметить, что если не заглядывать очень далеко, а прогнозировать на месяц вперед, то такие прогнозы имеют свойство уточняться. То есть так, например, прогноз на январь будет уточнен в последние дни декабря. И таким образом, в общем-то, можно с большой заблаговременностью и большой уверенностью заявить о том, каков будет характер погоды в ближайший месяц. Вот мы знаем, что синоптики не особо жалуют сейчас народные приметы, так как и характер антропогенных нагрузок другой, и условия иные. Но тем не менее, у вас лично есть какие-то приметы, наблюдения, которые вы подмечаете, и при этом они с большей долей вероятности сбываются? Мы неоднократно проводили исследования, пытались связать прогнозирование погодных процессов, исходя из фенологии, это стадии развития растений, исходя из поведения животных и так далее. И пока научной основы или научного подтверждения значимого нет, таким образом, все-таки научный прогресс, он более существенен в этом направлении, чем вот народные приметы. Хотя в то же время народные приметы — это мудрость, которую следует проверить перед тем, как отметать вот такие версии. Спасибо большое, Тимур Ренатович. Надеемся, погода в зимние каникулы нас действительно порадует. Хороших вам праздников. Спасибо. Рахмат тебе, земля моя, за милость. Меня вскормили родники твои. Так отзывался о своей родине известный татарский поэт Сибгат Хаким. В декабре прошло его 110-летие со дня рождения. Казалось бы, ничем не примечательная биография. Родился в крестьянской семье, закончил педагогический институт, воевал на фронте с первых дней Великой Отечественной войны. Такой путь в СССР тогда проходили многие, но немногим достался талант поэта. Проникновенные, добрые, вдохновляющие строки его поэтических произведений были по достоинству оценены не только читателями, но и литературными критиками, коллегами по писательскому цеху. Как Сибгат Хаким был связан с Казанским университетом и какие издания его трудов хранятся в отделе рукописей и редких книг, узнал Илья Андреев. И обходя море земли, глаголом «жги сердца людей». В декабре мы отмечаем 110 лет со дня рождения татарского поэта, выпускника Казанского университета Сибгат Хакима. Публицист и общественный деятель родился 4 декабря 1911 года в сельско-татарской семье. Деревня Кулекиме, царю Какшайского уезда Казанской губернии, ныне Атнинский район Республики Татарстан. Первые стихи Сибгат Хаким начал писать в школе. До 19 лет будущий писатель жил в деревне, пахал, сеял, косил сено, убирал картошку. Сестра писателя Аделя Кутуя, приехав погостить, услышала первые опыты Сибгат Хакима, одобрила их и пригласила юношу в Казань. Так Сибгат Хаким оказался в городе. Печатался с 1931 года. В первой сборник стихов первые песни посвящен жизни новой деревни. В 1931 году он поступил на рабочий факультет. Со второго курса был переведен в Казанский педагогический институт, который окончил в 1937 году. Первые значительные произведения были от Укая. Поэма детства у поэта в предвоенной татарской поэзии стала знаковой. «Полёт твоих чудесных строк меня привёл к твоей судьбе. Я счастлив был бы, если бы мог пропеть достойно о тебе». Это издание «Перевод с татарского языка» выходит в 1957 году в Москве в государственном издательстве «Детская литература». Оно сохранилось в отделе рукописи редких книг в библиотеке Казанского федерального университета. «Как спутник в космосе, вокруг него витаю, Тукая уверен, рядом с ним пою, Как не хватает мне его». Вице-президент и академик Академии наук Республики Татарстана Рафаэль Хакимов вспоминает. «У меня дома на полке стоят тома Тукая, Всё в закладках и пометках, сделанных рукою Сибгат Хакима». Не каждый литературовед может похвалиться Таким тщательным исследованием творчества Тукая. К большому счёту никто не писал о Тукая Так же проникновенно, как Сибгат Хаким. А истоки очень просты. Судьба твоего народа. Выйти из народа, жить вместе с ним И раствориться в нём. Сказать просто, но нелегко прожить такую жизнь». Из фондов отдела рукописи редких книг Библиотеки Казанского федерального университета Мы решили показать вам два издания. Первое выходит через три года После получения государственной премии Россия имени Максима Горького. Это последние стихи Сибгата Хакима. Выходит издание в 1973 году в Москве. Ну и второе издание, это тоже перевод С татарского стихи и поэмы Сибгата Хакима. Выходит издание тоже в Москве, Но чуть позже, в 1983 году. Татарский писатель Рафаэль Мустафин вспоминает. «Я думаю, ещё одна из разгадок Воздействия поэзии Хакима заключается в том, Что слово его сопрягается С большой человеческой судьбой, По-настоящему значительной человеческой личностью. Вчитайтесь хотя бы в его пейзажные стихи. Казалось бы, обычные зарисовки, Каких в поэзии тьма тьмущая. Но есть в них своё, труднообъяснимое обаяние, Обаяние искренности, Подлинной, незамутнённой человечности, Скромность и достоинство. Вот, на мой взгляд, две главные Определяющие черты Сибгата Хакима. Он старается избежать шумихи вокруг своего имени, Не терпит пустого словословия, Но всегда готов выслужить собеседника, Если тот говорит о его стихах всерьёз, Без киток и дежурных комплиментов, Ибо уважает свой труд И относится к нему с серьёзной, Вдумчивой требовательностью профессионала. Ещё при жизни поэта было изгнано Около 60 его книг на русском и татарском языках. Сибгат Хакима, автор более десятка песен. За сборник песен и поэм «Ветер не подует, лестни не шелохнутся» В 1960 году ему присудили Государственную премию Татарстана Имени Габдултукая, А в 1970 году Государственную премию России Имени Максима Горького. Если бы я сказал, что поэт начинает творить заранее, Всё зная, всё взвесив, Это было бы неправдой. Он человек чувств. Если мысль, Судьба народа, Судьба страны, Это твоя судьба, Становится убеждением поэта, Тогда он приобретает Жизненную опору. Спросите нас, откуда вы? Мы с Волги и с Казани, Поет нас Волжская вода, Мы хлеб растим, Пасём стада, Качаем нефть, Грузим суда В свободном Татарстане. В год объявленный Татарстане Годом родных языков и народного единства Мы завершаем нашу рубрику Словами татарского поэта Сибгат Хакима. Судьба Меня лишила ты отца И матери Осиротела слово Лишь об одном прошу я до конца Оставив мне радость Языка родного Всего вам доброго И до новых встреч. Давно мне дорога мечта одна Пожить с полвека без войны кровавый Зачем меня преследует война Или на покой я не имею права Нет То земля Тревогую душа Мне навевает сновидения эти Чтоб не была спокойная душа Когда покоя нет еще на свете Илья Андреев, Хафиз Гараев, КФУ Итоги недели Знающие молчат А говорят те, кто не знает С труками Сибгата Хакима Пожалуй, мы и завершим эту программу Последнюю в этом году Надеемся, уходящий год был для вас плодотворным А наступающий подарит новые свершения Даст надежды, что все испытания завершатся благоприятно Желаем, чтобы добрые человеческие отношения Никогда не пропадали из вашей жизни А стали только крепче Здоровья вам, вашим близким Всего наилучшего и с наступающим Новым Годом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok